В минувшие выходные работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отметили свой профессиональный праздник. Коммунальщиков поздравили руководители муниципалитета. Те, от кого зависит наш комфорт и благоустройство наших домов и улиц, отметили свой профессиональный праздник. На торжественном собрании в актовом зале администрации работников коммунального хозяйства и бытового обслуживания поздравил глава Азбестовского городского округа Андрей Халзаков. Ваши товарищи приходят на помощь городу, выполняют свои функции и наводят порядок. Часто этот порядок приходится наводить, невзирая на погодные условия, на чрезвычайные ситуации. Обслуживающая сфера, без которой тоже нам не обойтись. И это все требует и нервов, и выдержки, и спокойствия. Не всегда этой выдержки нам хватает. Но я бы хотел вам сказать огромное спасибо за вашу работу, за ваш труд. Слаженную работу городских коммунальных служб отметила глава администрации города Наталья Тихонова. Она поблагодарила собравшихся за их труд и поздравила с профессиональным праздником. Я от себя лично, от администрации, от всех коллег муниципальной сферы выражаю вам на слова уважения и благодарности вам, вашим работникам и коллегам. Без вас это точно. Мы бы не могли представить нашу современную жизнь. Вы трудитесь в отрасли, состояние которой зависит благополучий комфорт жителей нашего города, качество их жизни. И сегодня невозможно представить нашу жизнь без вашей слаженной работы. В этот день в адрес работников звучали поздравления не только от первых лиц города, но и от начальников коммунальных служб. Руководитель муниципального предприятия Горэнерго сообщил, что гордится профессионализмом и ответственным подходом сотрудников к выполняемой работе. Я получаю подтверждение профессионализма и ответственности наших работников практически постоянно. Если я уже иду домой, а я иду домой всегда задерживаюсь после работы, я зачастую встречаю наших работников на месте раскопки. Когда я подхожу и знаю, что приказ не оформлялся на работу, люди мне отвечают, что мы не можем остаться в таком состоянии, в таком положении. Мы сначала закончим, а потом пойдем домой. И то же самое происходит в выходные, в праздничные дни. Один из самых последних примеров, это 23 февраля, когда произошла авария на сетях водоснабжения бывшего кирпичного завода, к которому мы не имеем отношения ни к самому заводу, ни к сетям водоснабжения. И люди 23 числа, мужчины, оказались в таком состоянии, в рабочем, что их можно было в любой момент попросить, и они вышли на работу и сделали не свою работу, устранили аварийную ситуацию. То есть это говорит только о том, что люди с гиперответственностью в любой момент готовы помочь городу. В честь праздника лучшим работникам сферы коммунального хозяйства и бытового обслуживания вручались награды от Законодательного собрания области и Министерства ЖКХ, а также от главы Асбестовского городского округа. Татьяна Мильникова, Андрей Осипов, Новости АТВ.